Девушки отдыхают В рубрике технологии расскажем все от А до Я про чип-тюнинг двигателя Сколько ателье перешло от слов к делу, а главное, что из этого получилось, узнаем прямо сейчас из нашей новостной подборки Прямо сейчас вашему вниманию мы представим одну из последних работ американского тюнера Yotek Motorsport Спорткар Nissan GTR Автомобиль переориентировали на гоночный трек, хотя оно по-прежнему подходит и для использования на дорогах общего пользования Разумеется, знакомство со спорткаром начнется с двигателя V6 Twin Turbo рабочим объемом 3,8 литра Отдача которого выросла до внушительных 1200 лошадиных сил И при том, что в стоке Nissan GTR выдает 545 лошадей Аэродинамику японского купе улучшили сплиттер переднего бампера, боковые юбки, новый диффузор в заднем бампере и антикрыло на крышке багажника Для экономии веса все эти детали выполнены из углеродного волокна, из которого изготовлен и новый легкий капот Японская тюнинговая компания DUMT считает, что обычный кроссовер Mazda CX-5 может выглядеть более спортивно и эксклюзивно, если немного поработать над его дизайном В нижней части переднего бампера расположился сплиттер По бокам разместили накладки порогов, а на задний бампер интегрировали диффузор Колесные арки теперь заполняют 21-дюймовые диски на низкопрофильной резине Еще снаружи появилось очень много хрома Он украшает верхнюю часть решетки радиатора, противотуманные фары спереди и сзади, зеркала заднего вида, дверные ручки и рамки стекол Салон обшит черной кожей и прострочен красной нитью Наконец, четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 семейства Skyactiv обрел более спортивный звук благодаря выхлопной системе из нержавеющей стали Компания Can Design представила на Женевском международной автомобиле выставки интересную модель под названием Flying Hustman Созданный на базе Land Rover Defender, автомобиль исповедует шестиколесную философию Mercedes-Benz G63 AMG 6х6 Под капотом Can Design Flying Hustman установлен двигатель объемом 6,2 литра, сопряженный с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Ориентировочная мощность составляет около 430 лошадиных сил Доработка кузова включает в себя удлиненный на 40 сантиметров капот, на 80 сантиметров задняя часть автомобиля и увеличенная на 15 сантиметров колесная база Также обращает на себя внимание передние двери большего размера и полностью панорамная крыша Появление третьей сестрицы в семействе Toyota пришлось по вкусу поклонника марки Мощность и комфорт за сравнительно небольшую стоимость стала основным козырем автомобиля Привет! Привет! Интересный экземпляр У тебя на драйве было написано, что заряжен, настроен, валит Расскажи о нем Как заряжен, как настроен и как валит? Купил я машину в полном стоке Мощность составляет 280 лошадиных сил В первое время казалось, что такой мощности будет хватать за глаза Ни у кого из друзей таких мощных машин не было Покатался, все очень нравилось Через какое-то время показалось, что уже как-то не хватает мощности Съездил на любительские гонки Проиграл много раз неожиданно И это тебя подстегнул на то, чтобы зарядить этот автомобиль? Начал издалека, как обычно, набор бустапера начальный Это фильтр нулевого сопротивления, интеркулер, трасса прямоточная Я рассчитывал где-то на 330 лошадиных сил По ощущениям, машина ехала намного лучше, чем изначально Приехал на стенд, померили, и получилось 293 лошадиных сил Тебя это не устроило? Да, я очень расстроился, ожидал гораздо больше И решил двигаться дальше, уже подошел серьезно Стал планировать проект Комфортный, красивый, быстрый Вот такая у меня была цель Главной изюминкой проекта считается турбина Я выбрал японскую турбину Blitz K450V Она рассчитана на 450 лошадиных сил Потом идет сбор комплектующих компонентов обеспечения для этой турбины Это форсунки, коллектор выхлопной Мозг прошиваемый, настраиваемый Какой мозг ты поставил сюда? Здесь стоит мозг Apexi Power FC А почему ты его выбрал? Это болт-он такой, так называемый, на данную машину То есть это в Японии спроектировали именно под эту машину Давай заглянем под капот тогда Давай, конечно Какая интересная подставка Несмотря на устрашающий вид, это используется исключительно как подпорка для капота А почему? Потому что родные упоры, которые здесь установлены, они слишком, да, были установлены Они слишком сильно дают на капот, капот пластику, и он выгибается Так, ну рассказывай, что у тебя здесь? Ну самое главное, это турбины Ее видно достаточно плохо, потому что она находится внизу под коллектором Сверху находится коллектор выпускной, он обмотан в термоленту Это коллектор фирмы HPI, модель первая Выбрал, потому что это болт-он на этот двигатель И потому что разработка японской компании, которой я доверяю, именитая Дальше идет впускная система На ней установлен blow-off для сброса лишнего воздуха при закрытии дроссельной заслонки Фирма Grady Type R Все это вкупе? Сколько лошадиных сил в итоге? На стенде получилось 385 лошадиных сил Но после этого была небольшая доработка Это вырезан отверстие под интеркулер Обдув стал гораздо лучше Я думаю, что 400 лошадиных сил теперь в ней есть Я же уже на этом конфиге третий год Абсолютно никаких проблем не испытываю А здесь двигатель стоит 1JZ, да? 1JZ GTM Системой VVTi Он хорошо ведет себя в городе Достаточно приемлемый расход Порядка 16 литров в городе От 16 до 17 И 11 литров по трассе Также можно иногда Своё удовольствие по свободной трассе немного ускориться За долгие годы конвейерной жизни Toyota Chaser прошла эволюционный путь От семейного до спортивного седана Дизайну финального поколения Постарались придать более агрессивные и спортивные черты В дополнение к этому Алексей сделал небольшой стайлинг Установил обвес от Volt Расширение от D-Max Капот от японской компании Top Secret Спойлер достался от Toyota Racing Development И заканчивает образ зеркала от Ganador Интересно, столько доработок снаружи, а внутри Ты решил ничего не менять? Внутри установлены приборы Фирмы DeFi Boost Controller Многофункциональный измерительный прибор Apexi Показывает разгон до 100 км в час Ускорение У тебя почти 400 лошадиных сил Наверняка тормоза стоят тоже непростые Тормоза, к сожалению, пока остались простые Но насчет тормозов я задумываюсь Здесь установлена подвеска фирмы Tain Стойки Tain Monoflex С полными регулировками То есть регулируется высота отдельно И регулируется жесткость отдельно В коробке у тебя здесь автомат стоит? Автомат, доработанный гидромозг Который быстро переключает передачи Ты начинал все менять, дорабатывать С какими проблемами ты столкнулся в этой машине? Ну, самая главная проблема Это то, что ничего нельзя найти в свободном доступе То есть нельзя прийти в магазин И купить все, что ты хочешь Все время приходится каждую запчасть искать, добывать Заказывать из Японии Заказывать по всей России, искать Вот это занимает много времени И сил И сил И средств И средств, да Какая у тебя финальная цель в тюнинге? Финальную цель я практически достиг То есть я построил автомобиль Который меня полностью устраивает в настоящий момент Но время идет И с течением времени появляются какие-то новые мысли, желания Пока это обвес То есть хочу остановиться на внешнем виде Немного поменять его Как его поменять хочешь? Поставить обвес фирмы Vertex Считаю его самым гармоничным для Чайзера в сотовом кузне Частично цели достигнуты Но это пока Запас двигателя этого автомобиля позволяет раздуть его до 700 лошадиных сил Этот факт позволяет заглянуть нам немного в будущее И в скором времени На дороге будет пополнение среди мощных японских седанов Правда, тормозной системой в этом случае не стоит пренебрегать Чип-тюнинг от А до Я Волшебное перепрограммирование Или как загипнотизировать свой автомобиль Об этом вы узнаете в нашей рубрике технологии Где вы встречали случаи, когда можно вмешаться в мозги И проконтролировать расход Установить определенный вид потребляемого топлива Увеличить мощность и улучшить динамику Эти операции, пожалуй, доступны только в Центре по созданию роботов И в автосервисе Такая процедура у автомобиля называется чип-тюнинг Каждой машине нужна своя программа Которая прописывает штатный блок управления двигателем То есть она его чипует Есть готовая программа Ты можешь ее скачать с интернета Загрузить ее в автомобиль и поехать Даже не посещая стенд Ты не знаешь, сколько там лошадиных сил Но тебе говорят, что завод-производитель Заявляет, что там у тебя будет плюс 20 лошадиных сил Ты его заливаешь, едешь, чувствуешь, да, машина едет быстро Но ты не знаешь, какие у тебя характеристики мотора В чип-тюнинге существует три уровня прошивки Стейдж-1, стейдж-2 и более углубленный Стейдж-3 В первом проходит незначительное изменение Корректируется топливная карта, зажигание Автомобиль лучше отзывается на педаль газа И становится более динамичным На втором уровне доработок автомобиль лучше всего загнать на динамометрический стенд И уже там задать настройки Как правило, на этом стейдже меняют выпуск, впуск Перепрограммируют автомобиль на высококтановое топливо И производят замеры показателя автомобиля Мы корректируем топливные карты Зажигание Меняем топливо Топливо мы можем настроить автомобиль на сотом бензине, на 102 и так далее Хоть на спирту, на Ку-16 Соответственно, все время нужно менять прошивку Прошивка меняется один раз под одну конфигурацию машины То есть мы знаем четко, что мы ездим на 98 топливе Мы знаем четко, что мы больше с машиной делать ничего не будем Там в ближайшее время, в ближайший сезон Мы полностью прошиваем автомобиль под эти параметры И машина все время катается без проблем, без сбоев Все, мы залили ее, прошивочку Мы сделали, настроили на стенде, машина катается До тех пор, пока ты не захотел что-то большего Третий уровень относится к глубокому чип-тюнингу На этом уровне необходимо произвести замену центрального блока управления двигателем На более продвинутые, спортивные мозги А вместе с ней и поменять проводку Настройка происходит также на стенде, где задается определенная конфигурация Наша программа подошла к концу Увидимся с вами ровно через две недели Ну а прямо сейчас рубрика без комментариев Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok